Так что те, как контактеры, контактируют чаще всего не с контактером, не с... Понимаете, да? К сожалению, это очень большая проблема, потому что очень многие люди, которые от природы действительно имеют природные задатки, попадая, прорываясь на другой уровень, где они ни бельмесы не понимают, что там происходит, им начинают, говорится, вешать лапшу на уши, обманывать, выдавать все, что они хотят, слышать, не понимая того, что... Если проанализировать то, что люди получают при таких контактах, эта информация не превышает уровень образования и понимания того человека, который получает при этом контакте информацию. Именно соответствовать его собственным представлениям. Извините, реальная информация никогда не может соответствовать человеку, который получает информацию, потому что это принципиально новая информация. Так вот, многие люди, попадая в такие ловушки, и начинает обманывать их, подсовывать и так далее. Я, кому интересно, в книге своей автобиологической описал о нескольких случаях, еще буду писать тоже, там немало было ситуаций, где я описывал такие варианты, как обманывать, и почему обманывать. И вот это досадно, что люди, вместо того, чтобы освободиться от обмана и действительно двигаться вперед, потому что у них задатки природные есть хорошие, продолжают плавать в этом обмане, потому что этот обман дает им чувствовать себя избранными, опять-таки. Вот эта избранность идиотская, извините, кого только не ловят на нее и клюют, как коты на валерьянку лезут, когда только стоит человеку сказать избранный, и он тут же, неважно кто, говорит все, для него, кто сообщил, является авторитетом, непререкаемым. Просто опять повторю, чтобы было понятно, что вот когда еще в 2006 году я приехал сюда, мне передали, что там Владимир Вестник Всевышний, который книжек пишет о самом Всевышнем, ну, понимаете, сообщил, что вот, когда ему сказали, он связался с Всевышним, и Всевышний ему ответил, что не пройдет еще и год, как его, то есть меня, сотрет, он, Всевышний, сотрет лица земли, ну, и на стерку хорошую у него есть стирать. Ну вот, я специально подождал год, когда я потом сказал, ну, вот год прошел, Всевышний, видно, был с черчью занят, а он не стер. Ну, видите, уже три года прошло, тоже нет, или стерка стерлась и так далее. И сказал тогда Владимиру, ну, видите, значит, какой же это Всевышний, если он вам говорит, что это истина в последней станции, что он это сделает, и он это не сделает. Каким же он будет слепым человеком, чтобы после этого верить, что это Всевышний? Ну, понятием каким-то делается. И я предложил ему, ну, придите, я помогу показать, кто на самом деле играет с вами, и кто на самом деле выступает в роли Всевышнего, чтобы освободить его от лжи. Вы думаете, захотел он? До сих пор идет, два года прошло? Да, ровно два года уже прошло, после того моего сообщения. И были люди на встрече, которые, казачьи, которые предавали ему, передали, и что пришло, нет. Он предпочитает быть обманутым и закрыть глаза, что его Всевышний такой же Всевышний, как я, допустим, балерина. Может, балерина у меня была бы красивой получилась, не знаю, по сравнению с тем Всевышним, не знаю. Но он предпочитает быть с ним, а вместо того, чтобы освободиться, действительно двигаться вперед. Вот почему, вот смотри, это последствия, опять-таки, социальных болезней, то, что навязали. Человек предпочитает жить во лжи, но это лжи, ложь хорошая. Там я особенький, там я избранный, там я правлю, там сам Всевышний со мной с единственным общается, да. И ради этого человек готов закрыть глаза на все. Потому что это ложь и Всевышний, которая должна быть, по его словам, он Всевышний, всемогущий. То есть, какого-то дурака, Левашова стереть с лица земли, для него должен быть вот так. Года не хватило, и трех не хватило. И ничего. Продолжают его слушать люди, обманутые, так же, как и он сам. Вот это вот и есть, я считаю, последствия болезни, социальной болезни, которую погрузили наш народ, в частности, тоже. Приятно быть избранным. А избранных не может быть, потому что это абсурд, по сути, суть. Человек не избранный, а человек может только сам себя создать. И это опять не избранность, а идет через его собственное творение, когда он через свой труд, через свое сознание пропускает, осознает, преобразуется и достигает высот. И это связано не с избранностью, а с трудом колоссальным, и работой над собой, и над всем, и вся. То есть, уничтожение всего животного, раба, и так далее, и так далее. И когда человек преодолевает это, он достигает результатов и становится творцом. Но опять-таки не избранным, а именно творцом, на основе того, что он идет через труд, через осознание, осмысление всего. Где здесь избранность? Избранность не подозревает ничего. То есть, ты уже избранный, значит, ты уже готовненький, да? Нет. И кто из тех избранных чего-то достиг, скажите, кроме иллюзии, там, богатства и так далее. Что такое богатство? Скажите, сколько унесло с собой на тот свет те миллиарды, которые они награбили? Унес кто-то? Никто. А то, что унесли с собой на тот свет, скажем так, совсем не то, что, не те богатства, которые они накопили. Так что избранность не в том, что быть богатым, так? И вообще избранность не может быть, это абсурд. Это паразиты, то, можно ли, навязывать. Поэтому мой совет, все-таки людям, все-таки думать, которые действительно контактерам особенно, потому что нужно понимать, что вы внедряетесь в ту сферу, которая вам не знакома. И если вы получаете то, что вы хотите услышать, знайте, что это с вами играется. Но это долгая история, но тем не менее, нужно будет это учитывать, потому что мне жалко людей, которые действительно природа имеет задатки хорошие, которые могли действительно достигнуть очень многого. И они обменивают действительно возможность стать творцом самим, обменивают на эту иллюзию избранности. Так умирают избранными и ни черта не умеют ничего сделать. Как вот один тоже в начале 2007 года там из отшельных... Как его имя было? Соболев? Соболев? Как Соболев. Звонил и говорит, что он говорит, он говорит, меня назначили правителем вселенной нашей. И вот скажите Левашову, чтобы он шел под мою руку. Тогда Найжековна мне несколько раз звонила. Что мне делать? Я объяснил, говорю, Найжековна, если он позвонит еще, скажите, что если не переставит вас доставать, то я, скажите, дам по мозгам и ему, и тому, кто его назначил править вселенной. И знаете, странно, перестал звонить. Понимаете? Потому что обманывают людей. Но хоть бы этот человек спросил, вот его назначили править вселенной. Да он, извините, с собой справиться не может. Ни одного планета. Тут его планет, всей вселенной править. Хоть бы задумался, что он такое сделал, что его назначили править вселенной. Не сдает. А зачем? И так понятно, я заслуживаю, я лучше всех, да? Вот мне избрали править вселенной. Но это же абсурд. Вот на таких, как говорится, гордыни, понимаете, я понимаю, человек был горд... не гордыней был, а гордился бы, чем-то он сделал бы, что-то действительно серьезное. Но, во-первых, гордыня, которая превращает в горд... гордыня, это отрицательно, это вред все равно несет. Но я бы еще понял, человек сделал что-то потрясающее, в своей жизни, и вот ему такую лапшу на уши повесили, и он ее принял. Но тот человек ничего вообще не сделал. И он считает, что вот-вот он, его назначили на править вселенной. Поэтому, мне действительно жалко таких людей. Потому что, действительно, вместо того, чтобы они могли принести пользу и себе, и всем остальным, они гробят себя и гробят других. Вот это досадно, очень сильно для меня лично. Следующий вопрос. Продолжение следует... Продолжение следует...